Чем сильно казачество? Тем, что его традиции не уходят в прошлое. Они живут благодаря молодежи. Подрастающее поколение приходит на смену ветеранам. В этом мы еще раз смогли убедиться, побывав на традиционных военно-спортивных соревнованиях Славянского районного казачьего общества, посвященных памяти героев казаков. Эти соревнования уже стали традиционными. Не случайно они проходили на базе Петровской 29-й школы, где особое внимание уделяется военно-прикладным видом спорта. Важный турнир, на который собрались команды учреждений образования со всего муниципалитета, посвящен памяти трех петровских героев казаков, сложивших головы, защищая интересы Отечества. Наши соревнования посвящены памяти наших замечательных парней, которые учились в этой школе, и когда пришло время, они учились исполнять свой воинский долг. Все они были казаками Петровского казачьего куреня, Аласовский Александр, Гордеев Юрий, Гаврилов Андрей. Они точно так же, как и вы, занимались спортом, учились в школе, познавали все прекрасное. Пусть сегодняшние игры пройдут честно, достойно, интересно, и эти игры будут посвящены, конечно, этим парням. И пока мы будем проводить такие мероприятия, соответственно, они будут живы в наших сердцах. Пусть победит сильнейший. Атаман Славянского районного казачьего общества Александр Семко отметил, что развитие подрастающего поколения у казачества в числе приоритетов. Он пожелал ребятам спортивных побед. Это соревнования традиционные. Спасибо огромное организаторам этих мероприятий. Спасибо огромное, выражаю управлению образования, медицинским центром Патриот, за огромную помощь в проведении данных соревнований. Ваша сейчас главная работа – это учеба. Кроме учебы, вы должны себя воспитывать настоящими патриотами нашей страны. И хочется, чтобы такие соревнования, как сегодня, воспитывали вас в честь, отвагу и достоинство. После проникновенного рассказа о жизни и судьбе героев Юрия Гордеева, Александре Голосовского и Андрея Гаврилове, все собравшиеся почтили их память минутой молчания. Затем состоялось возложение цветов к мемориальным доскам воинов. Учащиеся школы подготовили для участников соревнования литературную композицию и хорошую песню. «Солдаты на смерть, покидая родительский дом, и сражались они за свободу земли, на которой с тобой мы живем. Я хочу, чтобы ярко и солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтобы Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны». Воспитание настоящих патриотов Отечества – процесс непростой и творческий. Ребята благодаря активному участию в таких турнирах получают заряд оптимизма и уверенности в себе. «Для нас большая честь принимать участие в данных соревнованиях, потому что это соревнования, посвященные казакам. Наша команда дружная, спортивная, готовились к данным соревнованиям. Мой конек – это подтягивание, победим». Для того, чтобы хорошо выступить на состязаниях, нужно было уметь разбирать автомат Калашникова, метать ножи, иметь меткости в верную руку, чтобы преуспеть в стрельбе из пневматической винтовки, а также продемонстрировать быстроту в беге и силу в подтягивании на перекладине и перетягивании каната. Но самое главное – это сила, духа и сплоченность. Девушки не были здесь лишними. Они чувствовали себя отлично во всех видах соревнований. «Мы очень рады принять участие в этих соревнованиях, посвященных казакам-героям. Мы очень дружная команда, мы надеемся, что получим высокое место». Участники турнира из городских школ наращивают свой потенциал. Они считают, что тренировки и командный дух могут содействовать успеху. «Соревнования приходят на высшем уровне. Все очень нравится. Захватывает дух. Мы очень рады, что много спортсменов принимают участие в этих соревнованиях. Молодежь занимается спортом. Тут важна ловкость, командная работа, сила и техника». По итогам соревнований первое место заняла команда Петровской школы номер 29. Второе место у ребят из 12-й, третье у команды из 17-й школы. Турнир стал настоящим праздником для ребят, наследников богатой казачьей культуры. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».